В Люберцах сформирован молодежный парламент. Депутатские удостоверения получили 108 представителей из люберецких школ и лицеев, а также ведущих вузов страны. Добавлю, этот созыв молодежного парламента первый в городском округе Люберце. Молодежный парламент в Люберцах впервые начинает свою работу в рамках городского округа. 108 представителей, избранных открытым голосованием сверстников, составят основу всего молодежного общественного движения. Для большинства это первая общественная организация, но далеко не последняя. Молодежный парламент – прекрасный плацдарм для продолжения политической карьеры и не только. Молодежный парламент рассматривался как определенный кадровый резерв для администрации городского Люберца, будущего для Совета депутатов, для различных муниципальных, региональных и федеральных структур. Наши ребята сейчас работают в структурах Минобороны. Все начинается с чувства ответственности за свой город и за свою страну. Юные депутаты ежегодно проводят десятки акций и мероприятий, участвуют в общественно важных событиях Люберец. Сам молодежный парламент – это большая семья, поэтому многие остаются и на второй, и на третий срок, активно передавая свой опыт следующему поколению. Больше всего в прошлом году мне запомнилась акция «Колесница». Это когда народный контроль доступной среды происходил у нас на территории еще тогда района, ныне округа. Мы проверяли доступность среды инвалидов, то есть они побывали во всех наших местах, которые более-менее приспособлены для людей, в Триумфе, в торговых центрах, и в принципе все остались довольны. Наш город был хорошо адаптирован. В молодежном парламенте собраны самые светлые умы Люберец. Многие из ребят – круглые отличники в своих школах, лицеях и студенты лучших вузов Москвы. Специальные гости – представители старшего поколения администрации городского округа – подчеркивали всю важность и ответственность предстоящих дел, а также необходимость не забывать о главном – образовании. Надеюсь, что нынешняя ваша общественная деятельность не будет никаким образом влиять на вашу успеваемость. Это самое главное требование мое к вам. Хорошо? Да! Далеко не все депутаты молодежного парламента в дальнейшем свяжут свою жизнь с политикой. Но те навыки и умения, которые они получат здесь, бесценны для построения карьеры в любой сфере. Многие выбирают смежные направления – социология и международные отношения. Но есть и те, кто шаг за шагом поднимаются по политическому пути. Мне, в свою очередь, в 2009 году посчастливилось работать в первом составе молодежного парламента Либерецкого района. Видите, идет история, меняются люди, мгновения, но неизменно одно – на нашей родной, любимой территории работает молодежный парламент. После вручения благодарностей самым активным представителям прошлого созыва и удостоверений новым членам большой семьи, было проведено первое организационное совещание. На нем ребята познакомились поближе и распределили круг обязанностей на предстоящий период. Впереди огромное количество важных и ответственных дел. Молодежный парламент примет активное участие в организации выборов президента Российской Федерации 2018 года. Виктор Петров, Андрей Скрипкин. Специально для телеканала ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.